как работать как набирать объемы 63 плюс поехали я понял что такое на самом деле объем вот это да выжали 70 а уже в этот раз тоже не вот это памп круто друзья в морепарке опять с андреем когда мы тренировались андрей сказал вот пройду олимпию выступлю приезжайте потренируйтесь потренируемся вместе и вот я опять здесь очень здорово что андрей нашел время и вот сейчас мы три дня потренируемся правильно три дня сил хватит у тебя на три дня но вот я сейчас вышел с отдыха то есть я выступил на олимпии закончил сезон сейчас был примерно полтора месяца шесть недель отдыха от всего то есть от режима тренировочного процесса но не в целом то есть я прекратил тренировки а просто немножко послабление какое-то было в питании вот и сейчас взял просто пятую с пятой по шестой неделе отдых когда был новый год доставился там семьей провел время новогодние праздники сейчас снова возвращаюсь подготовку сейчас у меня по плану 5 месяцев набора вот я вот сейчас только начинаю входит режим поэтому сегодня план потренировать грудь дельты немножко трицепс то есть дельты в такой легкой форме 30 тоже поддерживающий то есть основной акцент на грудь вот и дальше вот так вот три дня потренируемся думаю может быть один счет для себя новое подчеркнет и в принципе ему нравится тот ритм по которому я тренируюсь поэтому однозначно покачаемся хорошо ты на олимпии сто четыре был на литка был 93 93 а сейчас сейчас 112 но я это все только начал елась нормально то есть вышел в режим как бы поддержка там это что получается ты сколько скин 19 килограмм что ли ну разница до участка понятная немножко такой налитый а там на липе я немножко перестарался в плане объемов то есть чересчур у меня было много активности много кардио много тренировок и я себя немножко пережег в этом плане эмоционально большая ответственность была и я вышел сухой очень хороший качество было но ну при пережал немножко по объемам плосковат вышел потом через две недели выступил казахстане там уже вышел 97 с половиной там уже посочнее вот но все равно это еще очень далеко от того что нужно на олимпии вот олимпии там ребята не буду говорить но сами понимаете уровень поэтому есть недобор большой 10 килограмм целых поэтому как только доберу эти килограмму будет мышцы плотные буду соответствовать по конкуренции туда уже будет поинтересно сейчас это так скажем был правый заезд посмотреть я увидел все к чему нужно стремиться главное есть четкий план четкая цель что нужно сделать для того чтобы конкурировать а конкурировать с этими ребятами можно если не так чтобы это невозможно пробиться в топ просто я выступал с такими достаточно известными и опытными спортсменами которые точно также которые так точно также начинали какие они в этот топ на олимпии в топ-15 топ-10 топ-5 они пробивались не один год по 5 по 6 лет или стерник звездам да то есть не бывает такого это не тот уровень где можно удается единицам только так вот залететь сразу в топ залететь кто-то очень одаренные ребята которые просто рождены для этого я не считаю себя очень одаренным атлетом в целом есть пропорции неплохие как бы достаточно для того чтобы конкурировать но мне не хватает просто опыта хватает этой массы чтобы конкурировать с ребятами поэтому сейчас будет весь акцент на этом 5 месяцев набора и потом уже буду пробовать квалификацию на 24 здорово ребята смотрите молодежь смотрите у нас плюс какой мы выкладываем после каждого тренинга весь объем количество подходов повторов там и так далее и три уже три мероприятия было сейчас еще три того 6 это может быть как руководство как работать как набирать объемы там и так далее поспать потому что шонфилд и все профи говорят если хочешь силу работой с весами если хочешь гипертрофию и атлетическое тело то нужен объем тренировочный вот этот объем тренировочный я там получаю как раз с андреем поэтому я к нему и езжу что можно тренироваться проходить всю его программу только менять веса и это очень здорово и андрей же это там большое спасибо что он мотивирует молодежь что не зазвездился после америки и это здорово спасибо дорогой так еще разминаем что-то так пожмем штангу сейчас на конец камня разогреемся немножко 50 сейчас на большие веса лесный бон вообще в принципе у меня такой месяц подготовительный то есть у меня как строится сначала подготовительный этап потом начинается набор силовых показателей то есть повышение потом периодизация такими циклами двигаюсь сейчас после отдыха главное сейчас немножко в ритме войти поэтому сильно не наваливаем потому что еще связки побаливать немножко вот типичная билдеров ская накачка у вас как с этим дела обстоят поменьше поменьше но ты знаешь я в трех подходах что пожал через восемь занятий с ромой малышом то есть вот сейчас разминочный подход по и ну да в десятке движим или сколько ну это 50 наверно 30 повторение 15 хорошо разогреться вот тут две эти риски ты как ставишь на вторую или чтобы вот здесь было нет вот на эту или на эту меня на 1 на 1 вот тут чтобы вот здесь вот это было а 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 андрей а вот эти все ребята на олимпии они все тренируются с партнерами банки там и так далее на ну по-разному то есть когда-то он там с но судя из того что я наблюдаю в соцсетях на ютюбе он тренируется там когда-то один крата с яном валируем это а в общем друг семьи то есть он встречается с его сестрой и дними первый тренер а ты говоришь что вот нет партнера а что тебе партнер бы дал укладываться на тренировках то есть это все равно то есть вот как андрюха с мая вы такой бы подошел бы да конечно ну потому что нет у нас в кирове не с кем не к сожалению чтобы ну на одну тем не менее у тебя мотивация остается ты бы тогда что быстрее прогрессировал с партнером да ну то есть ты уже как бы входишь на другие веса другая интенсивность когда ты один все равно в каких-то моментах слабилась и даже расслабляешься а нельзя этого делать но он должен быть равный по силе либо ну желательно выше выше понятно а 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 можно было бы еще но уже был бы в отказ такой в предотказ и и обычно 12 оставляя из-за суставов есть плечевой артроз плечевых и правого и левого и пикантилит локтевых но периодически г.р. делаю больше то не надо по весам мне кажется хватит я досадки увеличу до 110 максимум г.р. кстати помогает три раза ну через день делаю по четыре единицы я от формагена ставлю мне очень нравится я сейчас с ними работаю по анализам все замечательно и только начал буквально второй день и я уже наполненность как бам сразу плюс 2 кг а фр какой у тебя за 200 наверно под 500 где-то так хорошая цифра у меня больше 200 20 230 не поднимался от состояния печи немного еще зависит ну да да на 11 а сейчас сейчас 100 на 10 андрей все время спрашивает веса с какими ты весами работаешь какие объемы ну да ну я не я не скажу что я очень сильный не ну понятно ну он говорит просто интересно как качается я знаю что у меня об этом надо это развивать сила очень важна более мощным мощным очень важно то есть понятно что там объем это все круто но на гипертрофию но без силы никуда то есть надо наработать эти силовые с этими силовыми работать на объем а не так чтобы сил на работу потом перешел на объем и все силовые растерял ты должен дать понять организму что тебе мышцы нужны а не потому что нужны ну да 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 не соответствует то есть он понимает что чтобы поднимать такой вес надо больше мышц вот все же просто у тебя белка сколько грамм на килограмм идет 2,7 2,7 а углей углей я не знаю сколько он сейчас 450 грамм это только начало надо где-то до 700 выйти последний подход должен быть близкий к отказу поэтому на максимум делайте просто и все знаете что про дневник тренировок могу сказать сейчас свой проект мы пишем с моими программами тренировок то есть набор массы вот как вот мы сейчас с вами тренируемся как он рассказал мне строится тренировочный процесс то есть это циклирование то есть подготовительный этап если человек там новичок или там вышел с отдыха потом у него идет первый этап повышение силовых периодизация и так далее просто я там опрашивал свою аудиторию и понял что даже тот из опытных людей кто занимается для себя не все понимают как этот тренировочный процесс строится именно циклами это не так чтобы занимаешься просто по одной программе меняешь упражнение тут должна быть как раз вот дневник тренировок для чего ведется для того чтобы отслеживать эти показатели когда ты повышаешь все его показатели тебе нужно стараться каждую тренировку сделать чуточку больше то есть пожал 100 в следующий раз стараешься 105 или 102 с половиной чтобы вот как раз прогрессивная груза была ноги не недооценивают вот этот инструмент я все внедряю ну это так мы с ромой вот это это очень это очень грамотный тренинг жим лежа и пошел 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 да брусья жим турник и по числам все да грудь бицепс даже вот если человек например ну да приседания все это записывается например почему многие люди на дистанции не могут держать режим у них падает мотивация то есть от того что они не видят каких-то изменений а дневник тренировок как раз ли этого и нужно вот например позанимались 3 месяца визуально может быть и не поменялись а у вас и не было целей допустим да вы такие раз протестали пару месяцев назад посмотрели что выезжали 70 а уже в этот раз то жмете человек понимает что он не не этот не тратит время зря в зале потеет так что друзья введите дневник тренировок лёха иди страхуй меня смотрите крис бамсер чисто кировский вылетый похожий да ну внешне на кого бамсер бамсер да ну немножко похож на чисто внешность я его постановлю да на меня похож так ну да есть такое 40 если так присмотреться 70 80 90 у бамс это усы щеточкой такой вот я если это сбрить то будет новоявленный криз сейчас последний близкий к отказу 110 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 еще 2 еще 2 еще 2 8 8 9 еще 2 до конца вниз вниз хорошо 6 6 6 6 плюс сегодня в 5 часов утра минус 30 запилил аэробную нагрузку 3 круга по 2 км и 6 лестниц по 4 забега там где вот уточки отличные условия для аэробного тренинга рядом отель вятка и пятый элемент да отель четвертый элемент два лучших отеля в кирове приезжайте тренироваться к андрею к жакарю друзья если конечно он захочет с вами тренироваться сейчас что будет соединение в кроссовере к низу примерно 10-12 раз 25 я это ни разу не делал то есть технику я не знаю тяжело сразу говорите тяжело да сразу сразу большой вес два шага вперед наклон вперед вот так вот стоим вот локти вверх к потолку наклон ниже прогиб поясницы грудной отдел прогиб во и сейчас руки как арчаги перед собой сводим во 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 ага сколько надо 12 раз прогиб грудном отделе побольше чуть-чуть вот так вот лопатки сведены грудь вперед то есть вот таким образом чтобы грудь была открыта постоянно локти потолку постоянно смотрят вот хорошо закончили больше сделали вот так сводите вот так сводите а надо вот перед собой сейчас ждем красави а у тебя где-то отдых минута до полторы полторы вот тоже понимаешь грамотно 90 секунд все последние научные данные сходятся к тому что отдых должен быть больше минуты полторы считается идеально 90 тоже ни раза не делал вторую берите вы лучше взяли одну отошли взяли вторую положить треугольником треугольником работу даме все было правильно имеется ввиду треугольник вот так вот чуть-чуть вот и нажимаем еще повыше вот уже лучше соль вот это да стабилизатор работает да вообще супер а а кардио когда делаешь так-то утром но сегодня что-то поработать и кардио вело делаешь да нет а ты знаешь что вело считается идеально для прогресса гипертрофии эксцентрической нагрузки нет в отличие допустим от ходьбы на беговой дорожке и на элипсуэзи и получается что для гипертрофии это научная данная самое то особенно вот у вас здесь вело есть когда ты садись на это по лениво коррин при прижаться вело лениво дело до имеется ввиду со спинки но у меня то тазобедренными это классно но вам туда я 150 делаю ваты и 60 минут пилю четыре сделали еще одна я 44 ты фил а там не видел случайно с ним фотос серьезный счет я не видел я ничего себе красавчик как он можно с крисом дарик лансфорд мистер олимпия которого там не устал андрюха мельников а мельников как вообще он хорош ну крис вообще красавец конечно каличинский это да это уже каличинский если эту штуку покупать сколько она стоит дорогая наверное такое нигде не купишь не купишь вот именно такое в этом году только олимпийцам давали вот еще джереми буэнди это пятикратный мистер олимпия мэн физик по моему пятикратный могу ошибаться с улег залетал туда нет судей он не выступают мне просто он в этом году его пригласили на арнольд просто вот я не поймал как он еще залетел он просто вообще снимать все вообще в машине и там да он там шрючки попала всякие там ну вроде бы как-то толпы на улицах стоят и приветствует его это вообще фантастика так я тоже как-то ну не обращал внимание потом андрей луценко его освещал я только присмотрелся к нему подписался на youtube зашел я посмотрел он он просто еще максимально все открыто делал это и привлекает наверно ну знаете кто-то делает также но не привлекают у него в чем-то есть что-то что-то притягивает аудиторию я не знаю он показывает форму ставит или нет как вот эти нюансы не знаю уже не видел вот а так он просто вот качается наверно то что он там питается чем попало и прогрессирует может быть это привлекает видишь еще камера любит вот эти его по всему миру покупают эти парики как он с этими кудряшками четыре миллиона подписчиков инсте так он по 300 тысяч по 300 400 тысяч зарабатывает вместе с гола но он хорош вот сейчас летел еще антон ратушный ратушный да да молодой молодой ну так-то очень осведомлены в бодибилдинге слушаю благодаря сурико знаете потом благодаря андре андре мне каждый день просвещает мы с ним общаемся на эту тему постоянно смотрели смотрел ну как вам но это круто когда ну да да есть она погнали дальше не он цель сделать атлетичь и отлить атлетическое тело ну чтобы атлетическое тело сделать на вам немножко какой-то корсет иметь мышц но было всего сушить конечно конечно вот я надеюсь на все равно когда мышц мало еще начнете сушиться да еще и без без всего не это я понимаю это все светит вот еще тоже обсуждали с этими ребятами то есть многие люди по факту мало не умеет четкую цель определить перед тем приходит зал они конечную цель какую-то картинку виден то есть я там хочу быть через какое-то время быть подкачанным атлетичным он приходит у него ну тут приличные еще и чтобы добиться этому на сначала похудеть а потом уже набрать вот это очень важно нюанса а если он был сразу набирать с такого процента жира он просто ну напишите там еще будет набирать чисто мышечную массу это же как бы практически невозможно набрать именно чистую вот поэтому на старте надо очень нужен человек который тебя подтолкнет правильно тебе сможет сформировать цель очень важно особенно в бодибилдинге ну я сейчас нашел тоже такого профессионального эндокринолога спортивного чтобы какое-то время повел думаю что будет не лишнее да конечно а здорово это люди абсолютно обращаются к накинула вешать не а спортсменов меня что же не бы не было же возможности всегда набрать себе команду чтоб каждая свои задачи отвечал все равно то вот именно бодибилдинге так вроде бы как одиночный вид спорта но это все равно командная работа как ни крути на одного эгоиста да я вот на лимпе это все своими глазами увидел какой уровень вообще то есть там крис потом бревна и нас ли терренс рафин они прям ну такие топ олимпийцы топ-5 они приезжают все команды у них там человек по 5-6 с ними ходит и чисто вот они приходят он идет и с ним еще там 5-6 слика на 1 снимает другой на мне не знаю точно знаю что не там каждый свои обязанности причем они за все и оплачивают ему все ну это самое это такие вещи которые в принципе уже у них не обсуждаются то есть а за для нас в первую очередь когда идет профессиональная подготовка и какой-то уровень выше в первую очередь стоит какой финанс чтобы кто-то помог или там спонсор или партнеры а у них это настолько все развито что они у них один бренд спортивное питание может полностью полностью сюда 0 мне бы было бы сейчас лет 45 хотя бы но 45 и занимались а у меня был век до 50 в 50 заменили тазобедренные сказали все завязывай я кинул вес на 107 не потом долго-долго его сбрасывать из 21 год ходил в клуб ну просто в обычные клубы делал что-то там типа бессистемно абсолютно в основном делал кардио и грибной тренажер и как бы сауна а в двадцать первом к вид все закрывается иду на спортплощадку не подтянуться не отжаться на брусьях ничего не могу домой прихожу жене говорю 85000 больше платить не буду пилю варка и за два года дошел до 1000 до 1000 повторов различных упражнений через полтора года поехал к андрюхе проверяться и мы с ним запилили в 35 4 2 часовой тренинг в первый день и во второй я понял что такое на самом деле объем и начал пилить большие объемы и Потом поехал к Федорову, он меня уничтожил, и я понял, что я никогда не буду заниматься бодибилдингом силовыми, ну его нахрен, буду пилить только воркаут, а потом поехал к тебе и понял, что это то, что мне надо, что все-таки бодибилдинг бывает по-разному, каждый транслирует то, как он верит, у меня Александра тоже зашла его система, он заставляет чувствовать то, что это уже для профессионалов, когда ты подготовлен и понимаешь, что это такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренинги очень помогла вот эта спортивная выносливость. У меня же первый на сотку разряд, причем я без подготовки сделал в десятом классе. С батей просто тренировался, батя бегал, ну и меня брал просто на длительные такие пробежки. И второй сделал легко на 800, тоже практически без подготовки. И лыжи, лыжи первые. И вот эта закваска как бы и дала понятие, что такое как бы спорт. А так без этого, конечно, сложно. База должна в любом, ну в 60 бы я не вытянул бы все эти нагрузки, это нереально начинать и вдруг вот такими объемами тренироваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще через два месяца уже малышка на подходе у нас. О, ребят, девочка-мальчик, знаете, девочка. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас махи в сторону на средние пучки. Средние. Угу. Берите десятки-денашки. Пойдем. Локоть выше, кисть ниже. Значит, вес меньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восемь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю, после отдыха уже два дня, как пчелы начали жалить. Поднадулся немножко. Но это, конечно, не так весело было качаться. Видите, ощущения, что... Вот ты так называешь, жаргон, начали пчелы жалить. Да я так посмеюсь все. Надо за пять месяцев сделать хороший прогресс по мясу. Вот, приезжайте снова через пять месяцев, чтобы сравнить картинку. Вадим скажет, страдал херней, я и нет. Иди пять месяцев. Сейчас тренер будет приезжать, поэтому дела будут идти намного интереснее. Со мной, когда один тренируешься, не то. Когда тренер рядом, совсем тревог-реговор. Ну да. Я это по Роми почувствую. Смотрите, как локти. Поехали. Ноги тешу вперед. И вместе. Вот. Во, твердый голод. Локти выше. Иди. Только воркаут и беговые. Тест был 3,4 свой. Что было? Тест. Тестестерон свой был 3,4. На силовых меньше. Видимо, вырабатывается. Ну, 25-27. 34 уже не было. Вообще без всего. У меня в 35 лет был 50. 50-55. Что-то больно много. Ну, вот как бы вот так. Либидо было такое постоянное. То есть по молодости такая жесть была. Пока не женился. Я все свои показатели и все выкладываю. То есть вес, сироидный профиль. Гемоглобин у меня, вернее, гематокрит 37,5. 37,5 гематокрит у элитных бегунов. А почему 37,5 гематокрит? А когда ты тренируешь выносливость, и когда ты делаешь длительные беговые, у тебя гематокрит падает, кровь должна быть жидкая, проникать во все меньшайшие капилляры. Наука вот таким образом. Все элитные марафонцы имеют 36-37 гематокрит. Бодибилдеры, те, кто качается, гематокрит наоборот высокий. Такой вот парадокс. Я сначала запаривался, думаю, что такое, такой маленький гематокрит, а потом нашел этому объяснение, что все норм. А это какой пучок? Это средний тоже. Тоже средний. Сегодня у нас чисто грудь, средний и трицепс. Опору беретесь. Вот. И локоть выше. Ого. Отсюда тащить, да? Да, вот. Вот. Еще ниже пускать. Растягивайте средний дольки. Вот. И, например, по примеру, слишком сильно сгибаете. Еще прямее. Как с гантелью делали. Вот. Только локоть выше кисти. Вот. 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 За счет среднего пучка выводим. Локоть выше. Ого. Вот. Еще. Еще. Ого. Выше локоть. Ого. Еще. Ого. Все. Второй рукой тоже самое. Ни хрена себе. Выше. Локоть выше. Вот. Вот. Вот так и делаем. Только ниже опускаем. Еще. Выше. Еще. Еще два раза. Еще раз. Ого. Хорошо. Ого. Ого. Вот. Еще выше локоть. Чисто локтем отводим. Еще. Раз. И еще раз. Два. Хорошо. Сейчас только разговариваю. Что-то новенькое, да, Светлая, это мне очень нравится. Есть такой большой вес и не нужен. Это уже больше такая изоляция. Все, что могли, мы с вами большими весами поработали, уже сделали. Ну, исходя из того, что... Ну, да, начинаем с жима. Круто. Хорошо. Все, последнее упражнение. Слушай, а какое мясо ты ешь? Вот ты пишешь, что у тебя 700-800 граммов мяса, 200-300 сухих круп, порция протеина и саплименты. Мясо какое ты варишь или как? Нет. Идейка, яйца и говядина, либо семья красная. Это вот у тебя там дома, по-моему, в гриле, ты так это его... Да. Понятно. Ты с кровью делаешь или как, выпариваешь? Медиум. Медиум? Среднюю, да. Говядина, индейка, да? И курица. Рыба, да, про рыбу я помню. Красная. Красная, да, это все, мы грушали. У тебя 2 200-2 400 килокалорий, когда ты на подготовке 2700 и 7000, когда ты после. Ну, по-разному бывает. До 7000. Начинаю все равно с большой, а потом постепенно урезаю. Так, жим. Трицепсы. Да, с треугольным выкоячью. Тут тоже акцент все равно побольше на лес. Треугольное это вот это, да? Да, да. Проблемы с локтями у вас не сильные, да? Не, нормально. Сейчас нормально. 75. А у меня сейчас 35. А у меня сейчас 35. А вот это памп. Это я понимаю. А вот это памп. А что, доволен с тренировкой сегодняшней? А вот это еще только подготовительный этап. Потом все намного веселее придется. По расчетам я на 6-ую, 8-ую неделю должен на пик выходить уже. По весам, по всему. Ну, сегодняшний общий тренинг 2 часа 7 минут. Жим лежа. 4 подхода. Сведение кроссовера к низу. 4 подхода. Жим в кроссовере на наклонной. 4 подхода. Бабочка. 4 подхода. Дальше шли дельты. Махи. Средний пучок. 4 подхода. Кроссовер попеременной. Правая, левая. Средний пучок. 4 подхода. И трицепс с треугольной рукоятью. Тоже 4 подхода. Последние 2 подхода практически делаешь в отказ. Ну, получается в каждом упражнении. Получается все по науке высокообъемный тренинг с прогрессией весов. Даже я делал. Да, у меня еще, то есть это подготовительный этап идет. То есть это будет постепенно, веса будут прибавляться, должен выходить на прогрессию. Правильно, Вадим сказал, что каждую тренировку надо будет стараться, ну, примерно через 4 недели выходить на пик весов. Так же с хорошей техникой. И, ну, то есть, возможно, еще объем в каких-то упражнениях на какую-то либо мышечную группу будет увеличиваться. Система там тренировочного процесса будет немножко меняться. То есть именно сплит сам будет варьироваться. Например, грудь, трицепс. И уже будет полноценная тренировка на грудь и на трицепс. Сегодня мы сделали трицепс всего лишь одно упражнение. Потом сплит будет меняться. И, то есть, уже приоритет на другие мышечные группы будут меняться. Это я сейчас просто говорю, как я готовлюсь, как тренер меня готовит. Вот, поэтому сегодня как-то так. То есть подготовительный этап, чтобы подготовить организм уже к предстоящему полноценному набору. Но все равно, тем не менее, тренировка получилась очень эффективной. С довольно неплохими весами поработали. Да, и относительно Вадим тоже поработал. И в целом, ну, в целом, круто, крутая тренировка. Пообщались, как обычно, да? Так что, Вадим. Завтра что у нас? Завтра спина. Спина. Сейчас посмотрю, у меня где-то тренировок. Завтра спина. Задняя дельта, бицепс. На этом все. Андрей, спасибо большое. Да, уйдем. До завтра. До завтра.